Как блудный сын, я пропадал где-то у вас тут на трассе и нашелся. Как блудный сын исчезал на трассе, на попытке. По попытке и на мерексе. Есть, да. Значит, давайте я начну со слова. Что започну от слова-то? Небольшой текст из Писания, Деяние, 24 глава. Деяние, 24 глава. 14 стих. Павел стоит перед теми людьми, которые его осуждают и говорит о своей вере. Я прочитаю в нескольких переводах, потому что в последнее время стараюсь читать несколько переводов, чтобы углубляться в слово. 24.14. Готовы? Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках. Это синодальный перевод. Есть у меня еще новый русский перевод, сейчас прочитаю этот же стих. Но я признаю, что поклоняюсь Богу наших отцов и следую пути, который мои обвинители называют сектой. Я верю всему, что записано в законе и у пророков. И еще один перевод для полноты. Это Новый Завет, перевод РБЦ. Я в твоем присутствии со всей ответственностью заявляю, что согласно пути, который они называют ересью, поклоняюсь Богу наших отцов и почитаю за истину все, что написано в законе и в пророках. Аминь и аминь. Хотел сказать вам, что необходимо утверждаться в вере через чтение Слова Божьего. Павел, у которого были постоянно проблемы со своими, как он их называет, с родниками. И он постоянно перед ними не то что оправдывался, а говорил о своей вере. И иногда говорил за свою веру в комитях. То есть они все иудеи. Верят вроде как бы в одного Бога. Веруют в один Бог. Но почему-то Павла считают последователем какой-то ереси. Убачиваясь метод Павел запоследовател на некого ереси. Да, Христа не считают за действительно Мессию и за Бога. Христос не голос примет как у Мессия и Бог. Да. И Павел говорит, что он верит всему. И Павел указывает, что веру на всичку. Что записано в законе и в пророках. Кое-то написано в законе и пророкстве. В то время еще не было нового завета. Тогава вообще не существовал новая завета в Библии. Но мы можем обобщить, что Павел говорит, что я верю всему тому, что записано в Библии. И мы можем обобщить, что Павел верил во всичку това, кое-то записано в Библии. И моя мысль сегодня для собрания. Моя мысль сегодня. Что нам необходимо утверждаться в Слове Божьем. В Библии. В том, что написано. Че трябва да се утверждавам в Слово Божье, кое-то написано в Библии. Потому что сейчас много учителей. Защото сега има много учителей. Которые говорят из своего опыта. Которые говорят само от своего опыта. Нам любой человеческий опыт. Нужно пропускать через призму писания. Можно анекдот рассказать? Расскажи один раз. Хорошо. Анекдот тоже. Через призму писания. Да. По теме анекдот. Это я к чему все говорю. Такой анекдот значит. В поезде. К вам тоже я на поезде ехал. Во влаком. Значит, едет молодой семинарист. Пытува един млад семинарист. Напротив него сидит уже достаточно взрослый, убеленный с единами профессор. И срещу него сиди профессор с вечи посевяла коса. И он пристально смотрит на молодого человека, следит за ним. И той много силно наблюдаваше този млад човек. Смотрит, что семинарист читает какую-то книгу. Гледат, че този млад човек читает некого книгу. И вдруг через некоторое время вот этот молодой человек, семинарист. И след малого този млад човек, семинарист. Восклицает. Воскликва. Ух, сила! Слава Богу! Сила! Слава на Бога! Значит, этот дедушка-профессор. И тоже дедушка-профессор. Говорит ему. Казва. Молодой человек, позвольте полюбопытствовать. Можете ли, даю питание? Что это вас так удивило? Как вы учудили толком ногу? Он говорит, представляете? Читаю в Библии. Представьте, если я читаю в Библии это? Что, когда Моисей переходил через Черное море, Чего-то Моисей минал През Черное море, А за ним гнался фараон со своим войском. Фараон искал до его настигни. То все войско фараона Цяло-то воинство на фараона Утонуло. А Моисей перешел через эту море. Все потопило в воду, а Моисей минал Презмурету. На что профессор ему отвечает? На то, что профессор отказывает? Ох, молодой человек! Да будет вам известно, Да будет известно за вас, Что никакого чуда здесь нету совсем. Читук не има никакого чуда. Потому что в то время, когда Моисей переходил это море, За что-то, когда Моисей минал това море, По това време? Это сезон определенный. Това определен сезон, Когда море милеет. Когда вода в море это намалява. И поэтому это никакое не чудо. Он просто перешел, любой бы мог перейти. Той просто минал. Всякий человек би могил до мины. Молодой человек посмотрел на профессора. И то взимод, человек погляд на профессора. Продолжил. И продолжил. Дальше читать буквально через минуту. Он снова воскликнул. И следовая минута, той пак воскликнул. Ух, сила, слава Богу. Ух, сила, слава на Бога. Профессор у него спросил. И профессор ответил. Что там еще? Какого же тема? Он ему отвечает. И то ему показывал. Представляете, говорит, конница фараона захлебнулась на мелководье. Представляете ли, че конница на фараон се потупила на плитку? Моя мысль в следующем, что нам нужно веровать в том, что написано в Библии. И мы с вами читаем не на арамейском, не на древнегреческом, а переведенную. И мы с вами читаем, что читаем Библия не на древнегреческом, а че е переведена. То есть некоторые моменты из-за перевода. Заради перевода. Чуть-чуть искажены. Может быть, малко с променением. Но в Слове Бога есть такая сила. Но в Слове Бога има такова сила. Даже через искаженный перевод. Дори через този перевод. Она может изменять жизни людей. Библия может поменять животи на хора. И мое маленькое свидетельство, кто меня еще не знает. Я имел кучу проблем. И малко свидетельство за мен, което не ме познава. Имах много проблеми. Пошел не в ту сторону. Отидох в друга посока. Да, наркотики, алкоголи и прочие. Наркотики, алкоголи и други неща. Да, другие неща. В моей жизни были. И я уже думал, что все, конец, край. Но я обратился к Богу. Особенно к Богу. Однажды. Однажды. Это очень важно. Изведныш, да. Изведныш. Господь, если ты есть, помоги мне. После этой молитвы прошло несколько лет. Я не видел его помощь. Но потом произошло чудо. Попал я в одно место. Не буду уточнять. Попал я в одно место. Да, потому что я хочу говорить про Бога, а не про место. Я могу доказать точно тебе, что ты искал докладывание за Бог. И Господь коснулся меня. И Господь мой докосно. Через слово. Через слово. Потому что я думаю, что у каждого из нас есть какие-то свои принципы, свои мысли, свои идеи о том, как все вокруг нас устроено. Мысли, что все, кто еден от нас, им освоят принципы и мысли за то, как устроенство только у нас. Да, и это мешает. И два пречи. Потому что истина находится в слове Бога. За что ты истина-то санимировал в золото на Бога? Моя проблема была следующая. И моя проблема была следующая. Я понимал, что где-то Бог есть. В разбирах, что некогда има некого Бога. Для меня было все одно тогда. Какое там Будда, Аллах, про что мы сегодня говорили. За мою насечку было еще одно и все, что Будда, Аллах. Неа маше значение. Но попалась мне тогда на глаза Библия. И я начал читать ее. Половину я не понимал вообще. Но тем не менее. Но все пак. Через слово. Через словото. Бог ответил на мою молитву. Бог отговорил на мою молитву. Я имел страх. Имах страх. Что если я попрошу Бога о помощи в моих проблемах. Человек помолил Бог за помощь в моих проблемах. То он скажет. Хорошо, я помогу тебе. Но ты теперь будешь моим рабом. Я не знаю, откуда я взял эту идею. Раб Божий есть. Но ли мы раб Божий. Может быть откуда-то. Может быть оттуда. И это сильно мне мешало обратиться действительно от сердца за помощью. Потому что я думал. Но если он мне поможет. Потом придется ему помогать. То же такая идея. Знаете. Я из Советского Союза. И там было популярно. Вот эта вот идея. Когда один человек звонит другому. Когда один человек освобождает на другие. И говорит. Пожалуйста, помоги моему сыну. Устрой его туда-то, туда-то. Потом через некоторое время этот человек. И след некоторое время другий человек. Звонит в другую сторону. Собожда к первой человек. И говорит. А теперь ты помоги моей дочке. И вот эти вот все мысли. Вот эти вот идеи некие. И всички тези мысли и идеи. Они мешали мне. Тебе прячиха. Но однажды. Но изведнъж. Я прочитал историю. Прочетах историю. Из Евангелия. От Евангелия. Про Вартимея. За Вартимей. Кому будет интересно. Откройте дома. Прочитайте ее. Много ме интересно. Може да го прочете в къщи. Я сообщу только маленькую детальку. Ще кажа само малка част от него. Которая коснулась меня. Която ме докосна. Когда Вартимей он был слепой. Вартимей и бил слеп. Я провел ассоциацию с собой. Проведух ассоциация с себеси. Что я также был слепой. Я не видел настоящей жизни. Чая все что бях слеп не виждах истинская живот. И в своих вот этих вот проблемах связанных с наркотиками. И в своих вот проблемах связанных с наркотицей и другими штам. Сидел так же как он нищий у вот этой вот дороги. И все что сидях беден у приправления. Прося милостыню. Молики за пари. Я не прямо говорю о милостыне. Но прося хотя бы чуть-чуть нормальной жизни. Да, просяки пони за малку нормальный живот. И один раз Иисус шел по этой дороге. Около которой сидел Вартимей. И один путь Иисус именовал по той же путь, где я сидел в Вартимей. Так же случилось и в моей жизни. Все что доказано случилось в мой живот. Потому что Все это произошло одномоментно. Сразу, виднага. Сичко тваса случили с виднагом. Штрак. Вартимей обратился к Иисусу. Вартимей, собранникам Иисусу. Иисус спросил у него, чего ты хочешь. Он сказал, чтобы мне прозреть. Он ему сказал, прозри. И после этого он сказал, иди. И сказал, и двои. Да. То есть он ему не сказал, хорошо, я сделаю тебя зрячим. То есть он ему сказал, а что ты направил виждыш. Но ты должен будешь пойти со мной. Но ты же трябва да дойдешь с мной. Он просто ему сказал, прозри. То есть просто ему сказал, прозрей. И иди. И двои. Куда хочешь. На все четыре стороны. И все мы знаем, что Господь дает спасение по благодати. Мы все знаем, что Господь не давал спасения по благодати. Я до этого не обучался нигде. Но через слово. Я понял. Что Господь может спасать, исцелять, благословлять. Даром. По благодати. Ты ему ничего не должен. Нише не си ему должен. И я это принял. И това го приех. Получил свободу. Получил свобода. После этого Господь, я могу сказать, много раз обращался ко мне. След това Господь много пыти се обращал ко мне. Я вспоминал сейчас во время собрания. Во время собрания се вспомнях. Что Господь обращался ко мне не только через слово, но так же и во время собраний. Че Господь се обращал ко мне не только через слово, но и во время собрания. Однажды я помню, был в трудной ситуации и пришел в собрание. Помню, че бях в трудной ситуации и дойдох в собрание. И во время прославления. И во время нахваления. Пришел текст из Библии. И мне дойдет одно место от Библии. Куда мне идти? Ведь у тебя глаголы вечной жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, хочу, извините, что затянул. Хочу, чтобы вы были, как этот студент. Искам, да будете как тот студент, который потувал со свлак. А не как профессор. Чтобы вы находили для себя в Библии. Занамерите за себя в Библии. Откровения. Которые бы будоражили вас. Кои-то ще ви волнуят много. Заставляли бы делать для Господа безумни вещи. Да ви карат да правите за Господ безумни неща. Потому что для Господа это нормальны вещи. Защото за Господ slices нормальны неща. Это для мира выглядит как безумие. Може би за свите-то изглеждают безумни. Утверждайте с слове. Утверждайте се в словото. И утверждайте се в Господе. И се утверждайте в Господ. За сим прошу вас откланеть. Благодарю, аллилуйя, слава Богу. Могу помолиться еще, если...